Сберечь десятки миллионов, не открывая Америку. Простая идея эксперт алмаз-автоматики Андрея Березюка сохранила в бюджете «Алроса» 45 миллионов рублей. Алмазы светятся в рентгеновском излучении. Обнаружив кристалл, сепаратор выбивает его в отдельный отсек. Важное для добычи оборудования есть на каждой обогатительной фабрике «Алроса». На Удачнинской, 12-й, в прошлом году сепараторы заменили. В итоге шесть единиц оборудования стояли без дела. Андрей Березюк, не мог закрыть на это глаза и предложил перевезти аппарат из Удачного в Алмазный, чтобы установить их на драгах, прииска и релях. Сепараторы стоят без дела. Почему их не пустить в производство, грубо говоря? Зачем они должны догнивать, если на них можно отработать и принести привуль компании «Алроса». Она будет воплощена в 2024 году. В этом году, в зимний ремонт следующий. Предложение горного мастера из Мирного уже реализовали. Чтобы не ждать длительную доставку деталей для бульдозера, Игорь Литвинов, сотрудник МНГОК и его коллеги по цеху, сами изготовили латку на раму. Эта запчасть – самое слабое место землеройной машины. За всё время Игорь подал более 70 идей фабрику идей. 50 одобрили и реализовали. Благодаря рационализаторскому подходу к работе мужчина выручил 170 тысяч рублей. «Подают для того, чтобы улучшить что-то в компании, где-то расходы уменьшить, где-то что-то продвинуть. Ну и это, конечно же, финансовая сторона. Тоже за каждую идею человек получает премию. Также можно, если она будет с экономическим эффектом, там ещё больше можно получить денег». За каждую принятую идею авторы получают по полторы тысячи рублей. После реализации ещё столько же. Предложением с экономическим эффектом дополнительная выплата – 2% для идей с экономией до миллиона рублей и 1% для тех, кто смог принести Алроса экономическую выгоду более одного миллиона. Неплохая прибавка к зарплате. В 2023 году сотрудники Мирнинской площадки предложили фабрику идей почти две тысячи проектов. «У нас есть на нашей площадке свой рекордсмен по подаче идей. Это сотрудник ТСО энергетики Никитин Александр Анатольевич. Он за всё время в рамках системы фабрики идей подал 320 идей. Из них уже 290 идей приняты в реализации или уже реализованы. Вообще, у нас лидер среди цехов – это, конечно же, подземный рудник интернациональный». В целом, после реализации проекта сотрудник может получить до 300 тысяч рублей в зависимости от экономического эффекта предложения. Напомним, чтобы стать участником фабрики идей, нужно подать предложение через сайт или же опустить бланк с детальным описанием идеи в ящик проекта на своём предприятии. Цеха с лучшими результатами получает переходящий кубок. В январе 2024 года награду получили сотрудники ГТЦ. В июле кубок достанется другому цеху.